у нас продолжается лето даже передают что это сильная жара там надо надо как это алерта а мария желтое предупреждение в общем всем привет на гора мы уже отработали первую половину дня пойду сейчас это в аптеку мне нужно забегать забегать забежать и кушать домой я сегодня кушаю 1 в городом один улучшится и так что готовить ничего не буду что есть то есть ну правда жарища страсть октябрь месяц а больше вот брови покрасил брови а то прям совсем уже белые были и все иду домой забежать в аптеку и разогреть еду потом вечером наверное съезжу магазин у нас дома вообще шаром покати в плане нет ни йогурта ничего чтобы так перекусить не калорийно ну вот такие дела моя чарли врагу идем домой смотрите какое нас море я на работу приехала время около пяти тому тучи какие-то серые непонятные но жара конечно же личные как в июне люди на пляже наслаждаются как говорится одиночество классно молодцы и какой мы вообще целый весь октябрь вот такое море вообще сентябрь по моему такой же был ветерочек вообще нету никакого ветерочка даже не капельки смотрите вообще это как-то удивительно даже вон там гляньте как красиво солнышко светит и все так видно тишина такая чё пошли на работу чарли там сто процентов кто-нибудь придет это у нас радио такое красивое радио радио тут вот такие какие-то эти поставили клумбы таких не было чтоб собачки собачкам было где пописать ой какая бессовестность все там посадили дальше может быть какие-нибудь апельсины или лимоны там вот тушку на горах тоже красиво какие-то тучи но в принципе тучи передавали не тучи облака какие-то непонятные а мы идем на работу там идет впереди мужчина он больной видите как ребенка ребенок ну вернее он ему уже лет много но по развитию он отстает здесь таких много кстати я не знаю а кстати у этой женщины вот но у нее она моя клиентка у нее в четверг вам детей и все они такие это так и дитя до суда мы не браке это кивили куч нам и вы представляете в ней все такие дети 4 все дети больные вот блин невезуха не дай бог как говорится так ладно шла на работу я уже домой пришла нашла блин пошла покупать но нету ни молока не йогурта нифига ничего как обычно посуда тут лежит с обедом принципе основной ничего не купила блин вот я купила такую на тию десерт без сахара там молоко омега 3 флан мужу творог на завтрак хочу творог надоело вот такие печеньки без сахара не знаю чем короче полезные черный шоколад без сахара прикиньте пишет так вот по одной дольки с как раз чайком очень даже ничего блин дорогущие зараза так чек надо потом а ну это вот вафельки взяла в метро шоколадный тоже без сахара без всяких и йогурт мужу взяла потому что я не йогурты такие не люблю и зашла в фруктовый магазин взяла вот такой арбузик не знаю на вид очень вкусный и на вид блин яблоки взяла а это эти киви я люблю киви желтые которые голод они вкусные на клубничку похоже кстати они уже все почти поспелые надо их туда положить а маму у меня поспела ой маму уже можно есть нет еще нельзя яблоки как самолет блин дорогущий я чуть и вообще не понимаю почему они такие дорогие выборы конечно ну так штук шесть выбора есть но я имею ввиду сорт блин это их намажут тут серой и нифига не пахнут еще за это зачем их мажут серой ну это понятно чтобы не пропадали а еще мне муж вот такой вот ему в подарок привозит вот такой этот уже не не знаю на неделе это уже третий наверно пирог вальпухарь его делают это такая ба там так знаете чё как печенька такая ну тест коржи корж такой с типа песочный сверху в этом варенье из варенье из колобаса желтая такая что мне не нравится тыква тыквенное варенье и миндаль и сахар так вкусная но мы уже заелись может знаете чё я думаю по секрету скажу вдруг таньку видит мы может воскресенье к ней поедем я его отвезу ну не чаек попрём с ним он такой свеженький такой вкусненький мне кстати мне тыква не нравится а вот именно вот такой вот такие штуки мне нравятся но он должен быть дорогущий потому что это миндаля гляньте сколько вот ну так как у меня там конфетки есть конфетки бараночки то так что я богатая чаепития еще чай не пила с печеньками жду когда знаете желание прям вот так вот желание попрет 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 пока не прет кстати у нас так темно ой машинку надо поставить постирается ай нет это не пошло это пошло у меня машинка вот такая вот она открывается большая то есть это я вот так вот сначала на стирку ставлю просто стирка она стирается как и замоченная остается и потом вот прихожу либо на ночь оставляю замоченной либо чё потом прихожу и уже ставлю на стирку и она стирается застирывается вот а сейчас я все это уберу и покажу вам что я вчера купила в общем сейчас покажу что купила ну сначала я купила вот такую пижаму себе ну как не пижама это как дома ходить в ней такие штаны обычные ну как не обычные они мне блестючие блестят вот тут это я сейчас посуду мыла капли капают 4 евро и все удовольствие прикиньте за 4 евро грех не взять потом я взяла себе вот такую куртку я еще в прошлом году хотела купить себе такую куртку мне цвет очень понравился и цвет и она такая тоненькая тоненькая но такая она приятная к телу вообще я ее еще у нас смотрели увидела вот но по-моему что-то размер был маленький и поэтому я говорю поеду туда в неваду и куплю себе там вот эту куртку она такая легкая такая классная то есть на здешнюю зиму это оно тоже это вот то что надо видите какой цвет классный здесь лучше свет вот какой цвет мне вообще нравятся тут что карманы такие какие то эти вообще классные она такая тоненькая тоненькая такая приятная к телу обожаем их Вот, и когда увидела, что размер есть Она еще вот тут вот на резинках Вот, где руки, вот тут на резинках Вот, поэтому хорошо Будет мне зимой тепло Ну, тут такие зимы, что Мне по-любому будет тепло Тут у нас, знаете, когда холодно Когда очень сильные ветра, то холодно И взяла вот такие себе Джиггинсы, леггинсы Джинсовые леггинсы То есть, вот видно Вот у меня были с прошлого года вот такие Но они мне такие здоровые, что Ну, вот я вам положила специально, чтобы увидели Видите, вот до сих пор идут То есть, вот эта часть Уже она как бы Ну, как это Некрасива А мне, они в них очень удобно Видите, с этой стороны тоже самое Обычные такие Мне вот эти нравились, они, во-первых, недорогие Вот, и что, знаете, без замка вот тут Как леггинсы, но только джинсовые Да, наверное, ну, всех такие есть Они очень удобные Их на каждый день Спортивные, нарядные Все, как говорится это Пожалуйста Видали? Видали? Вот всегда так Что новое? Была бы куртка, он бы лучше на куртку сел Ой, ну я не могу над ним Это умора какая-то Так, уйди И постельное белье Постельное белье я вчера не выдержала Я же это, как это Эй, каркулиха Мне я все положила в машинку Все перестирала Сегодня в обед заправила Ну, когда дома была Вот, сейчас я покажу Сейчас я покажу Главное, вчера выбирала Выбирала, вроде бы понравилось Потом что-то я одела И что-то мне уже и не понравилось Ой, а ходила там Три часа выбирала Вот, сейчас Вот такой постель Оно с одной стороны вот так А с другой стороны вот так Это простыль такая И вот Мы еще спим Вот у нас подушки такие две Хе-хе, по бокам То есть вот так спим Чтобы вот эта подушка Мы вот так спим А эта подушка Сюда ноги на нее задвигать И вот там вот наволочки такие же Тоже они двухсторонние Видите? С одной стороны так С другой стороны так Я что-нибудь хотела Самое интересное Что у меня летние комплекты Два Розовый и голубой И мне почему-то В голову впендюрилось Что у меня и зимний розовый А он у меня голубой Я только сейчас вспомнила А еще, вы знаете, здесь комплекты Вот такие вот Зимние Знаете, что в них ходит? Пододеяльник и две наволочки То есть Простынь нужно покупать отдельно То есть все комплекты продаются Простынь и две наволочки Или одна большая длинная А эта Простынь отдельно надо покупать Я не знаю почему И чем отличается летняя от зимняя То есть летней Летнее постельное белье Там просто вот Это Не пододеяльник А как наволочка Не наволочка А это как простынь такая Просто необычная И это вот с резинками идет Видите? Вот на этот с резинками идет Вот тут А летний комплект Он идет без резинок Обычный простынь Как у нас раньше в России было У меня есть два в принципе комплекта Но один русский И он у меня На одеяло маленький Самый прикол еще знаете Как говорится Подсказка от меня Я покупаю У нас кровать 150 Метр Полтора метра кровать Ширина То есть пододеяльник я покупаю Метр пятьдесят А простынь я покупаю Метр тридцать пять Потому что если я куплю Простынь там тоже Метр пятьдесят Она не так плотно Надевается Не так плотно И так как я ворочаюсь Как это туда-сюда С утра у меня Вся простынь будет На полу А вот если куплю Метр тридцать пять То она прям так Плотненько надевается Прямо это Как говорится Со скрипом Но зато потом она Как одела Так вот и лежит И утро И вечер И ночь И день Ну сколько дней Блин у нас там Все это я говорила Уже магазин новый открывают Ну не новый Он его реконструкция была Сейчас главное там До восьми О прикол вообще Нифига себе Короче в чем дело У нас внизу Парковочные Не парковочные места А это Где разгружаются Вот эти вот Газели всякие В общем это место Для разгрузки И загрузки Погрузки И загрузки Очень странно Очень До восьми Видите То есть Сейчас приколы расскажу Время у нас уже Восемь часов Десять минут Вообще Беспорядок Я сейчас Когда арбуз съела Ну буквально Десять минут назад Приехала полиция Вот там машина Остана А парковалась На этом месте Там парковаться нельзя С четырех До восьми Вечера Да То есть Было Может быть Без пяти Восемь Приехала полиция И увезла Эту машину На Штрафстоянку Странно Очень странно Это можно Блин даже Это Прикиньте Я думала Время часов Семь То есть Оштрафовали За пяти минут Я вообще Вофигеваю О мужик Это Попал на бабки Кстати Арбузик Поела Такой вкусненький Вот Так что Я поужинала Сегодня Арбузом Сгорюнился Весь Пригорюнился Ты че Пригорюнился Тебе скучно Игрушку Там свою Бросил Че Пригорюнился Ну чего Ты Пригорюнился Ну чего Ты Пригорюнился Ну чего Ты Скажи Мне золото Мое Кусаться Любит Гадина Такая Кусаться Любит Гадина Ой Люблю Не могу Ой Люблю Не могу Так вот Вот так Рассказывала Типа Ой Столько Покупок Ну просто Знаете Они Как бы Дорогие Ну как Дорогие Допустим Не как Всегда Я там За 10 Евро Че Покупаю Боже Я же Вам Забыла Свитер Показать Который Я купила Думаю Че Да Я же Еще Купила Свитер Я купила Самый Первый Вот Свитерочек Я купила Вот Такой Думаю Че То Я еще Купила Вот Видите Какой Свитерочек Ну конечно Если Вы Видите О Пожалуйста Удобно Со всякими Бусинками Он сидит Так Хорошо И такой Мягенький Мягенький И кстати На него Была 70% Скидка Так что Я Уцепила Уцепила Свитерок Мне Очень Он Понравился Уйди Я Только Сейчас Там Оттуда Вот Видите Сейчас Вот Свет По-моему Получше Такой Розовенький Приятный К телу Блестит Все Как Надо Вот Пахнет Так В том Магазине Хорошо Это все Синтетика Это все Не это Не шерсть Никакая Ничего И вот Такие Вот дела Теперь По-моему Все Показала То обычно Я езжу Там Знаете По магазинам По шопингу И ничего Не покупаю И больше смотрю А в этот раз Да Купил В принципе Я и ехала За этой курткой За этими Джеггинсами За этим Зачем А и за постельным бельем Свитер попал Так Попал Так что Вот так Этот все Будем с вами Прощаться До завтра Завтра Суббота И все И выходной Отдыхать Хотя На этой неделе Так отдыхала Вчера Опять Блин Ой Ну ладно Так что Все Всем пока Спасибо Что смотрите Пальчики вверх И до завтра Пока Пока Слон Слон Продолжение следует